Восточная культура Что называется «Как мы об этом можем узнать в нашем городе?» То есть о востоковедении, как бы громко это ни звучало, в реалиях современной республики Беларусь. Начну я с самой любимой моей картинки. Мне кажется, что когда я дальше буду когда-нибудь бить татухи, и придет время к сердцу, то там окажется эта хищная птица. Эта хищная птица прекрасна. Она прекрасна по пластическим своим свойствам, она великолепно сделана технически, но больше всего в ней меня впечатляют две вещи. Первое, что она абсолютно художественна с точки зрения нашего современного глаза и сердца. Она могла бы находиться на какой-нибудь выставке, знаете, достижения Академии искусств Республики Беларусь. Там за последний год вылепил человек, школа скульптуры у нас довольно сильная. Вот он это сделал с такими этническими мотивами и так далее. И все скажут, вау, это довольно оригинально, это неплохо. Главная проблема состоит в том, что эта птица относится к неолитической культуре Яншао, которая в Китае существовала с третьей по середину первого тысячелетия до нашей эры. И вот она сделана примерно четыре тысячи лет назад. То есть достаточно давно. И в этих условиях необходимо говорить в первую очередь о том, что на протяжении тысячелетий про пять тысяч лет культуры они врут. Не совсем сложно, это миф насчет Великого Китая. Но на протяжении тысячелетий существует культурная традиция, влияющая на сопредельные страны, влияющая через них или напрямую на западный наш мир условно. И в общем продолжающая это делать. Если вы залезете себе в карман, вы там найдете еще одно достижение китайской культуры, сделанное на этой земле и привезенное сюда в красивой коробочке с надписью iPhone, Samsung и так далее. Вы можете мне возразить сейчас, благодаря увеличению уровня жизни в Китае, повышению среднего уровня индекса потребления, рабочая сила подорожала, и некоторые фирмы выносят свое производство в Северную Корею, но это тоже в общем-то не Гомельская область. Там все еще только бортництво, а мы, скажем, будем продолжать пользоваться восточными достижениями уже технологическими, индустриальными. Но сегодня не про это. Сегодня все-таки про то, что у нас ограниченное количество времени, у меня вот здесь тикает таймер, в конце, если я не увожусь, что-то, наверное, взорвется под сценой, и это будет самая яркая часть, наверное, моего выступления. Если мы говорим про заимствование с Востока, то необходимо начать именно с этого, с времени. И необходимо вспомнить такую интересную вещь, что все мы живем по определенным ритмам, и эти ритмы, например, ограничены отрезками времени, кратными 60 единицам. Называется час. Делится на 60 минут. Так вот, самое удивительное, что придумали это на Востоке, конкретно в Месопотамии, в Междуречии, достаточно давно, примерно когда вот эта птица была сделана более-менее. Соответственно, и мы сейчас ежедневно соотносим ритм своей жизни, свои события, наше успевание или неуспевание, все время с помощью механизма, придуманного не в нашей культуре, а заимствованного. Дальше можно рассказывать про изобретение нуля и говорить про буддизм, про цифры арабские, они же индийские, про бла-бла-бла-бла-бла, но можно остановиться лишь на том, что есть такая фраза на латыни «ex oriente lux» или «свет с Востока». И вот, в общем-то, про наиболее близкий к нам обозримый отрезок времени я и собираюсь с вами говорить. Восток всегда воспринимался, он неизвестен был всегда, в каком-то таком значительном масштабе, и всегда воспринимался как некая сказка. Прекрасный пример этому — это Марка Пола, знаем мы все этого чувака, который съездил в Китай, потом приехал обратно, написал книжку, все очень обрадовались, книжка пережила много переизданий, и потом про нее сняли хороший сериал, кажется, HBO. Соответственно, Марка Пола описал Восток как волшебный, чудесный, невероятный, сказочный мир, где каждый крестьянин-философ, где социальная структура идеальна, где сотворяются вещи, которым нет равных в мире западном. Все ему поверили, и за компанию поверили, что где-то в западном Китае живут люди с пёсими головами. То есть, в общем и целом, уровень факт-чека какого-то был не очень глубокий, не очень значительный, и вот как раз-таки люди с пёсими головами нас интересуют, потому что это значило, что Восточный мир настолько удивителен, прекрасен и сказочен, что там может быть все, что угодно. И несмотря, что у нас здесь в Бургундии только черная оспа, а людей с пёсими головами нету, но мы вполне можем поверить, что там где-то они есть. И вот фактически до XVIII века Восток и существовал в контексте абсолютной сказки и волшебства. Но из этой сказки можно было извлекать деньги. И поэтому, когда начинается активный эпох колониальных всяких открытий, захватов, присоединений и формирований империй европейских, то начинается и активная торговля со странами Востока. В частности, в 1600 году британская королева даёт патент Ост-Индийской компании на монополию в торговле с Индией и странами Дальнего Востока. В спину им дышат голландцы. В 1602 году, чуть-чуть позже, они открывают свою Ост-Индийскую компанию с Бэкджеком. И, соответственно, тоже включаются активно в международные экономические связи, в вывоз предметов с Востока и продажу их на Западе. Британская империя концентрируется на Индии, соответственно, голландцы двигаются дальше, оплывают от Индии, такие, а-а-а, гадкие англичане, ну ничего, у нас на Шри-Ланке есть база, и мы тогда дотянем уже до Юго-Восточной Азии, до Японии. Окей, всё происходит. И к XVIII веку начинается, накапливается критическое какое-то количество предметов, знаний, интересов, и наступает новая эпоха, которая представлена у нас здесь на этих картинках. Слева у нас представлена работа французского художника Буше. Буше, большое имя, наверняка все вы его знаете, да? Конечно же, Буше. Рококо, замечательный жанр XVIII века, стиль, который захватил всю Европу благодаря Франции, как раз Буше француз. А вот справа у нас XVIII века тоже работа итальянца Тьепова. И там, и там изображен Волшебный Восток. Соответственно, как он изображается? Смотрим на лица людей и видим, что они ни разу не восточные. Наши какие-то крестьянки, которых мы изобразили в виде моделей, а потом как-нибудь еще с ними провели время. Благо, Рококо прекрасно на это укладывается, потому что после экспрессии и такого мяса барокко, вспомним какого-нибудь, кого мы вспомним? Как его зовут? Который толстых теток рисовал? Рубенс. Да, Рубенс. Замечательно. Конечно же, Рубенс. Там, где целлюлит даже у мужчин. Соответственно, то есть это была экспрессия, когда природа должна быть показана в максимальной, почти извращенной по насыщенности манере. Рококо говорит, нет, давайте говорить о сказке, давайте говорить о метафоре, давайте цвет сделаем помягче, контрастность уберем немножечко розовый, голубой, пастель, бежевый, все будет окей. И вот туда вот эта сказочность Востока укладывается персик просто. Соответственно, мы одеваем наших моделей в какие-то необычные, хотя больше похожи на болгарские, костюмы. И самое главное, мы делаем какой-то такой слегка в дымке сад с непонятными растениями, но это опять недостаточно для Востока. И тогда мы используем самый главный свой инструмент. Это зонт. Потому что мы здесь на Западе не ходим с зонтами, а там на Востоке точно все ходят. Посмотрите, здесь есть зонт, да, у французов. У итальянцев тоже есть зонт. Все другое. То есть, мужик, а не женщины. Соответственно, все мужики, они идут рядом с какой-то генномодифицированной огромной репой. Он представляет собой какую-то версию боевую конфуция. То есть, усы обязательно, бородка. Кстати, эти усы и бородки мы еще увидим, но зонт у него есть. Это очень хорошо коррелирует с концепцией зонта в индийской культуре и в китайской как символа власти, причем, в первую очередь, духовной власти. Например, один из символов буддизма. Но, то есть, основная мысль, которую я пытаюсь донести, так довольно сумбурно, что речь идет о волшебной сказке, которая должна характеризоваться определенными атрибутами. Мы смотрим на нее и сразу, «А, да, точно, Восток». Зонт же есть, да? Соответственно, и вот тут в подходе к восточной культуре появляются два различных, скажем, направления, две ветки талантов. Соответственно, французская представлена такой вещью, как первым архитектурным сооружением в восточном стиле под названием фарфоровый трианон. Его забабахал во второй половине 17 века Людовик. Кажется, 13-й. Нет, 14-й. Да. Соответственно, 14-й Людовик у себя в Версале в нормативном саду французском решил устроить замечательную красивую такую такой ансамбль из зданий, причем довольно легких, которые очень быстро сгорели, через 28 лет, и восстанавливать их не стали, полностью украшенных фарфором. Зачем он это сделал? Ну, как в том анекдоте. Во-первых, это красиво. А во-вторых, это очень важно, это было невероятно дорого. В Средневековье, в начале Нового Времени за 2-х килограммовую вазу фарфоровую вы могли получить до 3-х килограмм золота. Второе имя фарфора было белое золото. Соответственно, когда ты хренячишь целый комплекс дворцовых построек, полностью украшая его изразцами, китайскими фарфоровыми вазами и так далее, то ты показываешь «у меня все хорошо». Соответственно, функция этого фарфорового трианона во время прогулок короля с двором остановиться на принятии закусок и выпивания чего-либо. Соответственно, они все размещаются в этих залах и дальше идут гулять. То есть, реальная рубрика «Понты дороже денег». Через 28 лет фарфоровый трианон сгорает. Это вот 3D-модель его. Мы видим, да, основной павильон и по два по бокам. Посмотрите, какая симметричная композиция. Это как раз-таки очень характерно для Запада. Восток, он асимметричен. Мы об этом еще поговорим. И вот есть прорисовка 19 века, как это все выглядело. То есть, фактически, в архитектуре мы не видим Востока. Мы видим вот такой стереотип. Восток — это фарфор, фарфор бело-синий, зафигачим все бело-синим, и значит, будет это точно Восток. А то, что у нас восточные вазы на зелененькую, восточные вазы вот эти на бордюре чередуются с какими-то голыми ангелами или амурчиками золотыми, это не важно. В общем, наше, ваше, все вместе. Соответственно, что происходит дальше? А дальше за дело берутся немцы. А немцы подходят совсем по-другому. Замечательный прусский монарх Фридрих Великий строит себе Сан-Суси. Пока еще не смог он придумать немецкое название, поэтому он называет этот дворец без забот, по-французски. Сан-Суси строится не для прогулок с двором и не для пускания пыли в глаза, а для того, чтобы самому проводить время. Он даже туда своих баб не пускал. То есть, когда очередная фаворитка сказала, пожалуйста, построим мне замечательный флигель в этом дворце, и мы будем прекрасно проводить время, она сказала, я построю тебе другой дворец в другом месте. Соответственно, и вот здесь есть чайный домик, который построен в китайском стиле. И когда мы смотрим на него, мы ни разу не видим ничего китайского, но нужно внимательно посмотреть наверх. Видите мужик с зонтом, да? Значит, точно китайская тема. Соответственно, Фридрих строит его для себя, и вот эти две цепочки, немецкая линия и французская линия, как раз и будут существовать. Интересно наблюдать, что при этом вот это строение для себя не влияет на более глубокое понимание темы. Август, а, это как внутри это все изображено, соответственно, там всякие павлины и так далее, опять китайские люди, мы видим зонд, да? Соответственно, все в порядке, мы понимаем, что это восточная тема. Так вот, другой монарх, Август сильный, второй, кажется, наверное, первый тоже был сильным, но я в истории слабый. Соответственно, строит себе японский дворец. Ну, и мы сразу понимаем, что японский. То есть, очень видна японская тема со всех сторон. Соответственно, похоже-то, конечно, на венскую архитектуру совершенно, но мы видим, что здесь есть обязательный атрибут восточного здания, а именно изогнутые крыши. Они так себе изогнуты, но тем не менее. Почему крыши изогнуты на востоке? Разумеется, потому что злые духи ходят только по прямой. И когда они будут пикировать к вам во двор, они на крышу так оп, и там фронтон изогнутый, они бля-бля-бля-бля и улетели. И не попадают к вам во двор. Соответственно, европейцам это не вдомек, поэтому крыши сгибают слабо, и видно, злые духи туда и приходят, и, соответственно, кто их думал, от них нужна защита какая-то, и, соответственно, не видно человека с зонтом, потому что картинка с малым приближением. Меняемся и видим его, он без зонта, от него осталась только голова, но всегда есть усы, всегда есть бороденка такая, и нам сразу вспоминается Тарантино с фильмом «Убить Билла». То есть, как его там звали, этого мастера, китайца, который почему-то с японским мечом бегал. Ну, то есть, в общем и целом, ничего не меняется. Понимание Востока в массовом преломлении все такое же, очень поверхностное. Но, тем не менее, китайцы есть, и это опять нам показывает, что обозначение Востока происходит через какие-то массовые стереотипные элементы. Многие императоры, соответственно, императорские особы Российской империи были так или иначе корнями связаны с европейскими дворами. Некоторые так были вообще немцами, например, Екатерина II. И, соответственно, поветрие от Фридриха Великого вместе с другими немцами по происхождению распространяется на другие страны, в том числе на Российскую империю. Красиво, по-богатому. Тут я решил показать интерьер, потому что экстерьер такой же отстойный и совершенно не восточный. А вот тут конкретно уже хорошо. Вместо утонченной, ракокошной Франции, где все-таки пастели, бла-бла-бла, вместо пуританской и в основном как раз-таки протестантской Германии на русскую культуру Восток ложится прекрасно. В конце концов, сами-то откуда? Соответственно, мы видим один из интерьеров, китайский кабинет в царском... в царском селе, наверное, или в Петергофе, я забыл. Ну, в общем, нам интересен другой момент. То, что мы видим невероятное богатство и цвета, и насыщенной формы, и настоящие восточные предметы. Это лаковые ширмы, которые британский архитектор Кэмерон, который все это проектировал, действительно использует как часть интерьера. Огромное количество предметов фарфора, лаковая мебель, но при этом, посмотрите, интересный момент. Дверь скорее украшена в таком каком-то индийском или мавританском стиле, но для Индии и Мавритании характерны завитки, а для Китая характерны прямые линии в узорах, в орнаментах. Поэтому что мы делаем? У нас же китайский кабинет, поэтому мы берем индийский орнамент и хринячим его из прямых линий. И как бы вот получается типа по-китайски. То есть опять стилизация, опять довольно специфическая, но это как бы первый шаг к переосмыслению, не просто использование каких-то внешних элементов, а к осмыслению. И чтобы доказать, что здесь идет речь не о внешней французской модели, а немецкой, я вам хочу показать вот это. Это личные покои императрицы Екатерины Великой. Почему они личные? Да хотя бы потому, что здесь висит портрет ее маленькой голой девочкой. То есть явно не совсем публичное место. И эта спальня императрицы оформлена китайскими замечательными ширмами, тканами, точнее тканами-шпалерами с китайским пейзажем. Соответственно, это то, что монархи используют для себя. Их это прет. И это очень приятно моему лично сердцу. Соответственно, при этом внешняя архитектура восточная в Российской империи все равно выглядела как непонятная смесь неоготики с фантазией британских архитекторов. Соответственно, это у нас китайский театр. Тоже мы понимаем, что он китайский, потому что крыши загнуты. И движемся дальше. А дальше нас ждет интересный момент. По мере прохождения 19 века происходят опиумные войны с Китаем, происходит всякая разная печалька с Китаем. И Китай как бы отходит немножко на второй план под очень конкретным явлением. А именно под открытием Японии. Потому что Япония, как мы помним, разумеется, вся из школьного курса в 17 веке, после длинного периода под названием воюющая провинция, внезапно закрывается на 200 лет. Ну то есть до этого там есть христианские миссионеры, картографы, голландцы открывают факторию. Все хорошо. Все ездят то в Корею, то в Китай учиться, торговать. Потом приходит к власти сюгун от Токугава, и Токугава говорит расстрелять. Всех закрывают. Страна полностью закрывается бамбуковым занавесом. Так это называется в истории. И один корабль голландцев раз в полгода может зайти в один порт. Все, кто выехали из Японии в момент принятия политического решения, не имеют права вернуться обратно. Все христиане должны либо, их 100 тысяч в этот момент уже в Японии, именно японцев, отказаться от своей веры, или будут убиты. У кого будут найдены иностранные книги, будут книги сожжены, и те, у кого они найдены, тоже. Соответственно, Япония закрывается на 200 лет, и все, что она накопила за это время, переосмысляет. Японская культура изначально фактически дочерняя культура Китая. Так было до момента, пока не наступает эпоха Эда. А потом эпоха Эда заканчивается. Заканчивается в 1868 году, когда приплывают корабли европейцев и говорят, либо вы открываетесь в международной дипломатии и торговле, либо мы вас всех поубиваем. Дипломатия в действии. Соответственно, и японцы такие, окей, и открываются. И Европа охреневает. Как это происходит? Европа уже достаточно долго делает подделки под Китай. Например, в фарфоре. Вообще, фарфор начали делать китайцы в 7 веке нашей эры, и буквально через 1100 лет начинают его делать европейцы. До этого подключаются корейцы и японцы, у них все это замечательно получается. Ну, а европейцы, учитывая тот факт, который я уже озвучил, белое золото, невероятно. Это торговать фарфором до момента появления европейских мануфактур было выгоднее, чем торговать сейчас чистым небодяжным героином. То есть, это действительно было золотое дно. И вот первыми, кто включается в процесс создания фарфора, да, потому что это еще не настоящий фарфор, это подделки под него, это голландцы. Голландцы делают в Дельфте вот такие замечательные вещи. Опять же, стилизуя внешнюю форму предмета. Де-факто это фаянс, другой материал, по-другому действующий, не такой тонкий, не такой красивый, не полупрозрачный. И он либо покрывается обильным орнаментом, ну, такой растительный, типа, как у китайцев, либо рисуются китайцы. Очень удивительно, что здесь нет зонта. Но зато здесь есть всякие волшебные цветочки и какие-то горы и типа элементы такой в несколько уровней китайского пейзажа. И вот две каких-то непонятных хрени. И вот реально непонятно, то есть это как бы орнамент, а что он у себя представляет? Это стена или это какая-то ширма или так далее. Это попытка использовать элементы экспортного фарфора Японии в приложении к кобальтовому фарфору, имитирующему Китай. То есть все еще очень странно это все происходит, без понимания структуры. Элементы вот этой парчевой росписи, которые вторгаются в сам сосуд, ну, в декор самого сосуда, просто помещены какие-то куски полотнищ. То есть, ну, на крутом японском фарфоре есть такая штука, поэтому мы ее тоже нарисуем. Но так как у нас кобальт, только синий цвет, то мы нарисуем ее синим цветом. А так как наши мастера не умеют так классно рисовать, как японские, еще не насобачились, то мы нарисуем, как получится. И вот этих ребят тоже непонятными рожами изобразим. Соответственно, это делается долго, это делается эффективно в большом количестве. Дельфский фаянс, впоследствии дельфский фарфор, это реально круто. Но мы говорим сейчас о начальном этапе. И вот этот начальный этап чрезвычайно интересен, потому что в конце 17-го, начале 18-го века немцы, те, которые осмотрели вглубь, да, впервые в Европе начинают делать настоящий фарфор. И вот все, что вы можете увидеть в Дрездене, ну, что не развалили союзники вот эти бомбардировки в 45-м, или что было восстановлено, всю эту пинокотеку с шедеврами, с Рафаэлем, с тем же Рубенсом, там галерея целая, и прочим, прочим, и со всеми дворцами, и со всеми храмами, все это практически было собрано и сделано за 30 лет, что у Саксонии была монополия на торговлю фарфором. Они начали первое, его не нужно вести через полмира, помним, Суэцкого канала нет, да, то есть мы оплыли Индию, точнее, в другую сторону, оплыли всю Африку, оплыли Индию, проплыли мимо там пиратов всяких океанических, и если доплыли до Японии, то нам очень повезло, мы можем это все купить и поплыть обратно, и утонуть в процессе. Соответственно, то есть это реально было сложно, а когда появляется местное производство, появляется весь чудесный Дрезден. И вот если вы хотите понять про фарфор, как некое сердце, в принципе, Востока в декоративно-прикладном искусстве, то вы можете сравнить, да, что делают японцы для Запада, ярко, красиво, да, по-богатому, что делают европейцы под Восток, и что делают японцы для себя. Это 17 век. То есть вот это красиво, причем вот этот предмет сделан в той же самой мастерской в центре Имари, что и вот этот. То есть совершенно иная эстетика, и мы про эстетику еще поговорим. А вот в Дрездене, будете в Дрездене, это несложно, недалеко, не идите в пинокотеку. Ладно, Рубенс, ладно, это все херня. А вот парцеляновая галерея, вы как идете в дворец Цвингер, вы направо не поворачиваете в пинокотеку, идете налево, и заходите в офигенное место. Несколько залов восточного фарфора, которые потом плавно перетекают в западный, и вы видите, как из одного рождается другое, десятилетие за десятилетием. Вы видите, как рождается и переосмысляется, и появляется собственная традиция. Это вправляет мозги сильнее, чем 10 походов в Эрмитаж. Очень круто. Ну, вы понимаете, я маньяк в этом плане. Соответственно, просто посмотрите, это красиво, вон какие вещи замечательные, многочисленные. Каждый себе найдет хорошее. Кто любит беленькое с золотом, вот, пожалуйста. Кто любит беленькое с синеньким, вот, пожалуйста. Кто любит восточных богов, вот, пожалуйста, вам Батхисатова милосердия канон. Мы о ней еще поговорим. А пока мы движемся вперед. И, в общем, когда Япония открылась, все охренели. Охренели и очень полюбили ее. И наступил такой период, который называется по-русски в европейских языках «жапонизм». Ну, «жапонизм», понятное дело, с французского. «Japon», «vous pouvez voir ici», «le japon artistique», «художественная Япония». И, соответственно, «le japonisme», то есть «японщина». До этого, в 18 веке, было «shinoizri», то есть «китайщина», а теперь «японщина». И «shinoizri» — это псевдокитайщина, а вот «японизм» — это настоящая, трушная японщина. При этом, вы знаете, что конец 19-го, начало 20-го века — это конкретный стиль. Стиль модерн. О, да, мы все это очень любим, да, красивые вазы, замечательные узоры, бабочки всякие, бронзовое литье, тра-та-та-та-та-та. Так вот, название «европейская модерна» по-французски — это «art nouveau» — новое искусство. А вот вывеска магазина, откуда это явление вошло в историю культуры вообще мировой. Был конкретный магазин, где продавались японские товары, а также товары художников, которые были в этой стилистике. Он назывался «av nouveau» — «новое искусство», и теперь у нас есть название стиля. А раньше был всего лишь предпринимательский проект конкретного собирателя по имени «Bing», который, в частности, издавал журнал «японское искусство». И все от этого «японского искусства» фанатели просто до дрожи. Покажу. Мы все любим импрессионистов, потому что кто-то не любит импрессионистов, того в нормальную квартиру в Минске культурную и не пустят даже. Соответственно, все мы фанатеем от этого модерна, от новых стилей, от климта, да, поцелуй у нас на чашках наверняка есть, соответственно, и так далее. Откуда все это берется? А вот отсюда. Есть такой товарищ под названием граф Монтеспьё. Я его показал чисто для красного словца, потому что, когда я искал информацию и нашел вот эту картину, я подумал, боже мой, нельзя быть таким хипстером в реальности. Он невероятно понтов. Потом я увидел его в фотографии и понял, что нет, художник не попер против истины, не вырил Грашеву ничего. Вот, пожалуйста, все есть. Граф Чапок был не только у нас, но и во Франции такой был. В отличие от нашего, который пиво варил, Чапский в смысле, этот собирал японщину, устроил себе особняк с японщиной, украсил все это садом с японскими растениями, выписал садовника из Японии, устраивал японские чаепития, собирал японское искусство, выращивал японские лилии и отправлял их другому чуваку по имени Гале. И когда мы говорим про эпоху модерна, мы сразу же вспоминаем, конечно же, декоративное прикладное искусство великого стеклодува и художника по стеклу Гале, который, соответственно, начал вводить это в свое творчество. И мы видим традиционную восточную форму китайскую, украшенную хризантемами. Раз хризантема, два хризантема, много хризантем, причем вот эта хризантема в одном стиле, а вот эти хризантемы в другом стиле. С точки зрения японской культуры так быть не может, потому что, ну как, два стиля в одном произведении, это же хрень какая-то. А для Гале все равно, потому что он еще только входит в тему, входит и в результате получает у него очень хорошо. Что я имею в виду? Европейская культура зиждется на понятии симметрии. Мы видели фарфоровый трианон, да, все аккуратненько расставлено. И в любом другом искусстве красивое должно быть симметричным. Восточная культура так не работает. Посмотрите эту вазу. Она явным образом трапециевидная, да, ее заваливает вправо. Соответственно, в этом фишка, потому что восточная культура, говорит, не существует идеальных форм. Идеальная форма, созданная в природе, обязательно будет подвержена воде, воздуху, времени и ее как-то скособочит. Вот это и есть прекрасное. То, что делает мастер, плюс добавляет время или сотворяет природа под воздействием столетий и так далее. Истину мы ищем в природе. Соответственно, Галея это использует. Второй момент. Ай-ой, вернись. Замечательная тарелка, да? И для западной культуры, для нашего с вами эстетического восприятия, это очень логично. Красивый чертополох, который, значит, разлегся на этой тарелке. Сто лет назад это было невозможно, до Галея. Почему? Потому что есть зеркало посудины и есть его края. Это разные зоны. Мы не можем сделать рисунок, чтобы он переходил с одного на другое. Это никак невозможно. Это будет некрасиво. Говорит запад. Восток говорит. И, соответственно, видим мы, что замечательно подходит к этому Гале. То есть, речь у нас идет не о использовании декоративных элементов. Не о голове китайца на здании, без зонта, да? О использовании сути, структуры предмета. Именно эстетической парадигмы. В декоративном искусстве это так. В живописи это мое любимое. Замечательный художник Уислер пишет картину принцессы из страны фарфора. Смотрим на 18 век японская гравюра Судзуки Харунобу и понимаем, что в этом что-то есть. Что-то общее. Причем я эти картинки нашел по отдельности. Я увидел Уислера и думаю, блин, к нам приезжала на выставку вот эта работа графическая. Нашел ее в интернете, поставил рядом. Соответственно, что у нас здесь появляется? Здесь появляется попытка в другой технике. Масляная живопись с другими эффектами на холсте. По-другому подходит к изображению личности. Лицо, посмотрите, какое у нас модернистское, красивое, носатое, точеное, романтичное. При этом эмансипированное даже немножко. Соответственно, при этом поза, положение, то, во что она одета. И самое главное, точка зрения. Вы на эту картину сейчас смотрите очень правильно. Потому что здесь и здесь одна точка зрения на изображение, на реальность. Это то, что заимствовал Запад от Востока, от Японии. Точку зрения ниже, чем когда вы сидите на стуле. Потому что в Японии не сидят на стуле. Там сидят на татами. И, соответственно, всегда смотрят ниже, чем с той точки зрения, которая есть у нас. И вот это открытие, то, что видят художники на полотнах и на гравюрах Японии, подталкивает их, например, Сезанна конкретно, к мысли о том, что можно опустить горизонт и изменить точку зрения, в принципе, на картину как таковую, когда ты ее создаешь. А потом он допетривает, что а если совместить это все? Взять две точки зрения и изобразить на одной картинке. И вот у нас появляется кубизм. И так далее. То есть все это, в том числе такие вещи, как абстракция и кубизм, берет свое начало именно из Востока. Еще одна картина Уислера. Мост в Бетсбери. Еще одна картина, точнее, гравюра японского мастера Андо Хиросиге. Сходства некоторые присутствуют. Причем, почему европейцы охренели, когда увидели это? А ведь все эти гравюры, это была реклама и оберточная бумага, в которую заворачивалась керамика, чтобы отправить ее в Европу. Японцы вообще это не воспринимали как искусство. А потому что замечательная картинка, массовая гравюра Андо Хиросиге делает нам переправу около святилища Бентен. Это официальный путеводитель по столице Японии. И в официальном путеводителе есть изображение под названием «Одна из главных достопримечательностей Японии – это святилище богини воды Бентен». И работа называется «Переправа Ханеда около святилища Бентен». Что мы видим на половине кадра? Мы видим лохматые руки паромщика и его ноги. И прям как бы охреневаем, потому что 19 век. То есть фактически художник говорит нам, ребята, Инстаграм – это нифига не новая штука. То есть это совершенно иной подход к изображению. Это изображение, которое на Западе формируется только под воздействием фотографий и восточного искусства. Для художника очень важен момент, переживание. И он как бы говорит нам, ну если вы хотите посмотреть святилище Бентен, вам придется переплыть у Ханеды через реку. Соответственно, вы будете ехать этим паромщиком, он будет петь неприличные песни и светить своими волосатыми ногами. Это будет ваше непосредственное переживание при посещении святилища. Поэтому я это зафигачу на официальный путеводитель. То есть совершенно иной подход к эстетике. Ну я уж не говорю про попу коня. Это, кстати, тоже из одного из официальных серий к видам современного Токио, современного 19 веку. Это первый план 19 века. Соответственно, Эмиль Золя – замечательный художник. Мы видим его портрет, написанный Ренуаром. И, соответственно, мы видим сверху здесь интересный момент. Мы видим здесь какую-то голую бабу. Сейчас мы ее увидим покрупнее. И какого-то японца. Увеличиваем и видим замечательную гравюру Утамара. И видим Олимпию Эдуара Мане. Эдуард Мане пишет свою Олимпию. И, соответственно, на этом полотне… А, кстати, это не Ренуар. Это действительно, это Мане. Это Мане, который… Это его картина. Поэтому он и помещает здесь сюда эту свою вещь. И мы видим присутствие японской ширмы здесь. Мы видим японскую картинку здесь. То есть вся богема, не только художественная, но и литературная, была впечатлена невероятно. Например, Мане. Да? Уже не через А, а через О. Мост, который растиражирован уже где только нельзя. Дофига этого всего. Вот этот мост. Это один из видов Эда. И перед нами изображение кисти работы Кацусика Хакусая. Ну, помните, Хакусай, волна там, все дела вот этого. На майках печатают. Соответственно, там было много работ в серии. И вот одна из них вот эта. Мане в 1881 году предлагает построить такой мост у себя дома. Делает это и потом пишет его полжизни. Много-много версий этих кувшинок есть. И это невероятно прекрасно. Откуда? А вот отсюда. Сам в Японии никогда не был. Продолжаем. Гоген. Замечательный Гоген. Черные линии выразительные и так далее. Яркие цвета. Такие поля чистого цвета. И вот мы смотрим на эту картинку и думаем, блин, это как будто кусок кадрировано. Нет, на самом деле, это целый холст. Никакого кадрирования. Гоген так это пишет. И заимствует он это откуда? Из этого самого Андохера Сеге с ногами лохматыми. Правильно? Соответственно, и все эти женщины непонятные, которые, как оказалось бы, мешают нашему обзору на картину. Здесь вообще святой изображен, который с ангелом сражается. Какие женщины, какие головы, причем еще спиной. А все очень просто. Если бы вы были наблюдателем этих событий, если бы вы были участником, однозначно там были бы эти женщины, они мешали бы вам смотреть, потому что они гораздо более любопытные, чем вы. То есть они неотъемлемая часть вашего переживания, наблюдения этой битвы. И это сосна замечательная, которая рвет нашу композицию на две части. Чисто японские дела. А вот эти фигуры, да, святой Иаков и ангел, ну как бы не сильно восточные. Их положение, это прямая цитата из работы у другой Утамара. То есть это полностью взято из борцов сумок, которые мочили друг друга на одном из известных листов японской гравюры. Теперь вопрос. Одна из этих работ японская, вторая сделана Ван Гогом. Какая? Где? Слева японская, справа Ван Гог. Да, Ван Гогу показалось, что недостаточно японщины, нужно еще иероглифов нафигачить. Иероглифы на попало, большая часть неправильные, или непонятно какие, соответственно. Но при этом мы видим, что Ван Гог, у которого, если деньги появлялись, то общество он их обычно спускал на японское искусство. Вот, пожалуйста, вам еще один пример. Опять Андо Хиросиге и Ван Гог, который он делает, повторяет сцену, но в масле. Очень активно с этим работает. И практически все. На самом деле, я уже все полимеры, время вышло. Справа и карпы. Почему карпы? Ну, они здесь на фарфоре, чисто восточный мотив. Тем более, все мы их любим, потому что если мы решили забиваться, то у нас два варианта. Либо надпись на латыни, либо карпы. Нет, есть еще третьи. Ласточки. Соответственно, откуда это пришло? А вот с востока. И второй момент слева, гораздо более интересный. Это канон. Видите, канон сверху написано, внизу написано сигареты. Реклама французских сигарет с изображением японской богини милосердия. Но этот нейминг использовали не только для французских сигарет. Наверняка все вы знаете такие фотоаппараты, да, канон называется. Так вот, до 68-го года их логотип был восьмирукая богиня через букву K с двумя N. То есть, в общем-то, восток присутствует всюду, в том числе в том, с помощью чего вы делаете красивые, очень атмосферные снимки своими фотоаппаратами, зеркалками и беззеркалками. Соответственно, даже там восток даже на уровне идей и каких-то символов. Наверное, все. Я не имею права еще 3 минуты потрындеть про то, что в Беларуси нихрена про это не знают. Да? А хорошо, замечательно. В общем, в 19 веке востоком считалась даже Африка. Потом оставили только Азию, она огромная, постепенно развивались науки, русскоязычная школа востоковедения была лучшей в мире. Потом в 37-м почти всех востоковедов постреляли, в 40-х за попытки занятия востоковедениями изучения всего этого садили в дурку или в тюрьмы, потом просто увольняли, к 60-м годам перестали это делать. Ну, в общем, и все начало возрождаться потихонечку. Что было у нас в Беларуси? Ну, в 19 веке были восточные предметы, допустим, в музее Тышкевичей. В начале 20 века на фотографиях из замка в Несвеже, до военных, можно увидеть огромные вазы, и судя по тому, какие они возможны, это эпоха Мин, ваза эпохи Мин, да? Какой-то век, неважно. Минская эпоха ведь. Соответственно, потом, соответственно, наступило советское время, и за советским часом все, кто хотел заниматься востоком, ехали куда? В Москву, в Ленинград, в Киев, в Харьков, в Казань. Здесь не было ничего. За 30 лет в Академии наук прошло три работы с упоминанием названия Китай, две из них по сельскому хозяйству. Соответственно, потом наступила независимость, и все, мы теперь уже сами с усами нужно заниматься этим. Например, замечательным восточным искусством, да? В настоящий момент ни в Академии искусств, ни в университете культуры не читается восточное искусство вообще. То есть его как бы не существует. Не существует двух третей истории искусства и культуры. Изучается только наша, типа местная, причем обычно имеется в виду русская, и при этом народная белорусская, и запад. Востока нет в принципе. Окей, не вопрос. Есть место, где это можно почерпнуть. Есть кафедра восточных языков. Но курс искусства культуры Востока насчитывает семь лекций. Семь, Карл. То есть ты посещаешь семь лекций, и за семь лекций ты должен познать полностью искусство Дальнего Востока. А арабисты и терпологи, а также специалисты по Ирану, познать полностью искусство Ближнего Востока. Однозначно познают, да? И потом, соответственно, всю жизнь в них болит сердце за восточную культуру. То есть, в общем-то, на ИСТФАКе преподавалось, но они перестали набирать искусствоведов. У них раньше был курс. Все, нету ничего, есть чистое поле. А это очень жаль, потому что я все время на экскурсиях по национальному художественному говорю, когда ко мне приходят искусствоведы или художники, дизайнеры и так далее. Я говорю, ребята, изучайте Восток, вы будете оттуда тянуть и использовать все эти темы всю жизнь. И всю жизнь здесь, в этой стране, будете охренительно оригинальными. Все будут говорить, о, как классно, да? Сам придумал. Да, да, да. А те немногие, кто при этом будут рубить фишку, никогда вас не сдадут. Потому что, если ты этим уже занимаешься и в теме, значит, ты это любишь. Исключений пока что на мой короткий век не попалось. И таким образом он, наоборот, скажет вам «Молодец, давай, колбась, давай, ну хоть что-нибудь, чтобы сдвинулось». Ну, я, так как совершенно криворукий и ничего создать сам не могу, поэтому приходится про это рассказывать. Вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы их задавайте.